Новости Турция планирует отменить условия подписанного 6 лет назад турецко-литвийского меморандума и вновь внедрить визовый режим с соседней Ливией. Турецкое министерство иностранных дел сообщило, что визы с Ливией возвратят с конца текущего месяца. Вскоре гражданам Ливии для посещения Турции вновь необходимо будет оформлять визу. Такое решение Турции объясняется текущим условиями неопределенности в политической жизни на территории Ливии. Так Турция хочет обезопасить своих граждан. По мнению турецких властей, визовый режим в начальной степени сократит число приезжих из Ливии. В настоящее время Ливия переживает глубокий кризис ввиду политического переворота 4-летней давности. После вооруженного восстания здесь сохраняется двоевластие, а ряд регионов вообще никем не контролируется. Украина договорилась о реструктуризации 20% из 19 миллиардов долларов, которые правительство должно группить частных кредиторов по еврооблигациям. Всемирный банк положительно оценил соглашение, хотя изначально украинский Минфин добивался списания 40% задолженности. Как подтвердил на заседании Кабинета министров премьер Арсений Яценюк, итоговое списание составило 4 миллиарда долларов. Кроме того, в следующие 4 года Украина не будет погашать тело кредита. В условиях экономического спада и рекордной инфляции Украине необходимо облегчение долгового бремени. Внешний долг, включая частный сектор, по оценкам Нацбанка Украины, порядка 125 миллиардов долларов. Правда, угроза дефолта не миновала, Россия не планирует списывать долги Украине. Это подтвердил министр финансов Антон Силуанов. Яценюк сказал, что России предложили те же условия реструктуризации. Срок платежа по облигациям на 3 миллиарда долларов, которые были проданы России в 2013 году экс-президентом Януковичем, наступает в декабре этого года. Американскую евангельскую церковь могут вскоре изгнать из Баптистской конвенции, если она не изменит свое решение допускать садомитов к полноценному участию в церковной жизни, в том числе к заключению браков и посвящению в духовный сан, сообщает ChristianToday.com. Первая баптистская церковь Гринвилла в Южной Каролине проголосовала в мае против дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в вопросах членства, крещения, посвящения в сан, брака, вероучения и руководства организациями. Эта церковь входит в Южную Баптистскую конвенцию, а также в Объединенное Баптистское братство, которое со своей стороны официально заявляет, сексуальная этика христианина зиждется на верности в браке заключенным между мужем и женой. Главный пастор, отступивший церкви Джим Дант, выступая в защиту ЛГБТ, заявил, «Библия не предписывает какого-либо стандарта семейных ценностей, которые мы должны соблюдать в 21 веке. Наше представление о браке и семье определяет нашей нынешней культурой, а не Библией». Дуайт Ислер, глава Баптистской конвенции Южной Каролины, потребовала церкви Гринвилла либо отменить решение, либо выйти из конвенции до 10 сентября 2015 года. Если ее приверженцы не сделают ни того, ни другого, они могут быть изгнаны путем голосования членов конвенции. Радио «Вектор» поздравляет всех наших именинников. И в рубрике «День в истории» мы расскажем вам, кто из великих людей родился в этот день, а также какие важные события празднуются в мире сегодня. 31 августа в 1663 году родился Гийом Амантон, французский физик, сконструировавший гигрометр, нертутный барометр, воздушный термометр и барометр с ееобразной трубкой, используемой на кораблях. В этот день в 1932 году появился на свет советский киноактер Роман Ткачук, сыгравший браконьера Пантюхова в фильме «Ты мне, я тебе» и пана Владыка из «Кабачка, 13 стульев». Сегодня празднует свое 65-летие голливудский киноактер Ричард Гир, обладатель множества наград, в том числе и «Золотого глобуса». 31 августа Киргизия отмечает День независимости, Литва – День свободы, а в Австралии проходит День белой розы. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова